посмотрите какое небо приближается непогода снег ветер будет ухудшение погоды понижение температуры думали дождались теплых деньков солнышко немножко погрело и все и опять сляпать будет грязь на дороге в общем опять погода меняется у людей будет плохое настроение ветер в общем нервы будут ходить плохо по льду замерзнет растает опять замерзнет растает опять жду водовоза сегодня понедельник вон стоит через полчаса будет здесь погода сегодня хмурая пасмурная снег уже пролетает к ночи или ночью навалит опять сугробы будут женщины вчера откликнулись мне написали по насчет магазина что там обчитывают другие продавцы сказали какая именно я не знаю девчонки какая именно я ее не запомнила да и не хотела и даже телефон не достала можно было записать она не специально она я так поняла она ошибка ошиблась она не умышленно обсчитала она извинилась и куда-то сбегала ну в общем там не значит а выяснила куда-то убегала из кассы в общем я не стала ругаться не стала никаких заявлений писать ничего не стала делать просто сказала говорю пересчитайте да и все и вас предупредила чтобы и вы тоже проверяли пересчитывали потому что человек любой может ошибиться и может сделать ошибку правильно же все мы склерозники забываем все да и нам она понадеялась на компьютер еще и не знаю может быть она устала они там работают по 15 часов по моему 9 до 9 или 12 часов работают устают очень без смены никто их не меняет в общем не хватает продавцов у них все время объявление висит чтобы пришли на работу в общем приглашают на работу ватсапе я читала в вайбере читала что требуются люди на работу никто не идет они бедные девчонки целый день на ногах сидеть не разрешают за кассами присесть и даже если народу нету работы нету им все равно нужно чем-то заниматься они говорит нельзя нам отдыхать присесть и даже если нету народа не их по-человечески жалко я знаю как это целый день на ногах стоять я работала были у меня краны такие что не было кресел стоя стоять целый день в общем очень тяжело все время внимательно надо считать люди всякие разные нервные психованные недовольные люди все все какие-то научим с претензиями каждый человек на что-нибудь да капнет на мозги на нервы это им надо очень железные иметь нервы и самообладание чтобы с каждым покупателем найти общий язык за какие-нибудь там двадцать тысяч сколько им там платят не каждый сможет так работать поэтому я не снимала их не запоминала ничего не жаловалась если при желании можно видеокамеры там запись есть можно это все поднять но я этого делать не буду потому что повторюсь и девчонка это продавец она не специально она ошиблась действительно что-то пахнет где-то что-то горит пожары у нас здесь 80 пожаров передали уже было в нашем крае люди ездят на шашлыки покупают я смотрю покупают в магазине всякие ну в общем для шашлыков приправы пивасик и в общем ездят я говорю сейчас клещи ловить клещей ловить они сейчас активировали все по улазили до пожар да еще штраф заработать за костер они же будут шашлыки жарить на кострах огонь а вон какой ветер дунет и разнесет все ничего не понимает надо вот ехать отдыхать куда-то откуда ехать денег много лишних чтобы платить штрафы а то есть тюрьму посадят за если много выгорит и большая площадь большой ущерб нанесут так и сядут лет на семь пахнет же что-то где-то горит чувствую надо идти смотреть сейчас села монтировать видео и заглянула вайбер и ничего не поняла вы мне напишите местные у нас что в церкви бар открыли что ли там такая перепалка идет вайбере что якобы там бар устроили драка была стреляли стрельба я живу здесь ничего не знаю никакие события как такое можно в церкви сделать бар и там гулять и еще и драться и выпивать и на коммерческой основе оказывается у нас церковь но очень почитала там в ленте спорят ругаются ничего не поняла напишите мне в комментариях если это правда а то я собралась было идти туда а теперь оказывается там нету ничего ну ладно жду ваших комментариев пишите подписывайтесь ставьте лайки дизлайки а я пока прощаюсь жду ваших отзывов или придется идти туда погода нелетная сегодня и завтра будет тоже нелетная не сходишь не узнаешь не проверишь вот что творится оказывается у нас глава города сретенск оказывается у нас замахнулся на сотрудника полиции его теперь арестовали и завели на него уголовное дело я вообще тут как на острове каком-то необитаемом сижу ничего не знаю а у нас тут такие страсти творятся кругом везде стреляют война идет рядом а я не знаю разгул у нас тут преступности насилуют сегодня узнала в магазине новость одного тут арестовали за изнасилование господи что делается я ничего я думал у нас такой поселок тихий спокойно все хорошо посмотришь вести какой девять минут они там не больше девять десять минут какие-то новости расскажут и там все хорошо и все прекрасно мы ничего а тут оказывается опасно на улицу выходить страшно дело то стихия природа все затопило везде все залила то тут у нас бандюки распоясались ужас что делается надо вооружаться наверное давно уже надо было вооружиться только где продаются эти баллончики хоть баллончик купить или с собой носить вилы ходить с вилами или с чем даже не знаю собаку с собой брать собакой наверно буду ходить с охраны вот у нас тут что делается по повесткам не приходят не являются денежные мешки которые богатенькие простые простые пацаны жизни своей отдают на поле боля боя а эти богатенькие толстосумы позволяют себе не ходить даже военкомат по повесткам лично вручают им и не приходят игнорируют вот что делается у нас здесь ну все прощаюсь с вами а то сейчас разовью тему куда-нибудь наговорю на какую-нибудь статью наговорю себе ну все до свидания пишите подписывайтесь а как у вас дела обстоят в ваших городах местностях